всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение градостроительного симулятора под названием going medieval которым отстраиваем собственное королевство замком и подземельем приятного просмотра мы уже здесь пять дней провели в это время успели построить два здания складик амбатчик из садика возвести очень огородик небольшой давайте здесь верку поставим нашего бачки пункт бы наши граждане далеко-то не ходили перебегали чтобы войти на складик а сразу же здесь могли войти вот здесь тоже стеночку построим и вставим дверку будет как бы коридорчик такой и кухню расширю вот сюда дальнейшем в комнатке отстроили у каждого есть окно у амри даже два окна теперь нужно все это покрыть поликами и что стоило бы сначала крышу сделать но нет сначала полики ребята сначала делайте полики на это уйдет много древесины ну ничего страшного красота требует жертв наши граждане трудятся в пути лица как это вообще смотрится сверху какое-то непонятное строительство происходит все у нас строят молодцы граждане давайте завершайте пятилетку и можно будет потом исследовать другие технологии дальше новый поселенец спасение речные разбойники хотя на первый взгляд гиллиан казалось душевно больной на самом деле она была просто охвачена ужасом жалко и спотыкающиеся тело с рубцами атаков и побоев жестокого хозяина гиллиан смолилась спрячьте меня я умру если меня поймают поселенцы захлопнули дверь прямо перед носом у гостя гиллиан остается снаружи либо жители поселения амрипаль не решает помочь ей то у нее прокачано так у нее есть приоритет в меткости и столярном деле но прокачано горное дело да в принципе не против ее взять возможно у вас нападут через пару дней один лучник и три мародера конечно же ее принимаем нам нужны новые люди у нее со здоровьем легкое сотрясение опасная травма так что переходим в расписание и назначаем ей сон на весь день вона полежала отдохнула она шамре и и вылечит можете и кроватки не хватает они отложиться ложится все молодец чему почему она ее лечит она у нас разве врач а ну да она врач я перепутал хорошо застроит полики можно будет исследовать мебель и строить хорошие кроватки для каждого жителя а пока временно построим еще одну кроватку давай амри и сделай по быстренькому был смог поспать сделать и кроватку и сразу же спать правильно это же празднует свой 31 день рождения эджер 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 наш крафтер рыцарь крафтер конечно пока ничего не крафтит тупо строит но у него есть ножик и в ближнем бою это его понадобится ну ладно ладно как там гиллиан пони со здоровьем пока те же среднем мы ждем пока вылечится хорошо полики почти доделали он доделаете до конца и можно покрывать плетеным полом второй этажик ребята покрывайте принципе здесь тоже можно также сделать хотя тут нет этого балочки ну ладно что успею то накроют как они все накроют начнем строить им хорошие кроватки разложение идет очень медленно через 47 дней только травы разложатся у красной смородины свежесть 69 но пока не пропадает это хорошо вот так выглядит наше поселение так утеря собственности жестокие вымогатели речные разбойники дикарь сказал мягким но угрожающим тоном делиан принадлежит мне отдайте моего раба или вы все пострадаете он был совершенно серьезен непокорные жители поселения амриаполь отказываются выполнять требования неприятелей вы продолжили стоять на своем и отказались выполнять их требования все жители поселения амриаполь берутся за оружие готовясь к сражению ряд тут сколько лучше сколько их нифига я 5 человек один лучник фига и щиты оружия ну-ка нужно оборону организовать где наше поселение где мы вообще а где они какая карта посмотреть карты нет мини карта а вот отсюда нападут если нападут отсюда надо возвышенность занять вот здесь что или ангелин легкое сотрясение в принципе спи хотя нет хватит спать лучше работой будешь строить пока в это время наши граждане основная масса ребят нажимаем r они все берут оружие с ней мы начинаем ими управлять собственноручно и занимаем здесь оборону дорогие начинают атаку нужно успеть сюда дойти чтобы организовать оборону лучники будут отстреливаться наши кильджайщики да тут им втык она устраивайся давайте ребят быстрее забегайте главное лучника их выпилить лучник у них там остался хорошо стреляйте в мародера огонь два попадания добивайте нет лучше этого мочить и надо остановить их вот ранен все равно хорошо следующий восстанавливайте лучника сейчас главное вынести есть огонь на лучников ребята вы отступайте чтобы лучник сошел с ума все лучника добивайте а вы защищайте наших лучников давайте давайте ребят догоняком бейте 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 что восстановились огонь бейте до клышники давай давай мародеры фигаре давайте ребят защищайтесь она отходим стреляй давайте давайте парни держитесь все победа весна 1353 года осажденная поселенцы подверглись нападению это испытание длилось два часа шесть минут частью все поселенцы пережили набег заклятые враги не ушли безнаказанными четверых из них удалось одолеть в ходе битвы больше всех ударов по противнику удалось нанести поселенцу по имени амри амри ланов храбрее в поселении никого не сыскалась поселенцы по имени и джорнешь сильнее всех пришлось пострадать от рук неприятеля в стремлении защитить поселение амри поль част нужды ура у нас наконец-то победа и добиваем последнего негодяя и они скроются от нас ребят добивайте его все мародер сэдрик умирает отжимаем r на f приказываем обобрать все что здесь есть т.п. ст.п. вы можете хорошую одежду взять маджери тут как раз для тебя хорошее оружие это железное двуручное нет ты хотя бы щит возьми так и джор и топор и щит а потом все остальное соберете с собой а.п. аджер так что ты на складе сразу пока вы здесь находитесь и одежду одежду до защитную надевайте все остальное отправляйте на базу потом свободное время будет они соберут здесь все и отнесут домой сейчас им нужно подлечиться то и больше всех ранен эджер 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 ушибленная нога хорошо тебе нужно будет отдохнуть так что эджер у расписание назначаем сон на все время и ребята пусть строят гиллиан что в тебе полезного охота у тебя быстро раскачается даже что в предет стоим добыча хорошая второе место и кузнечное дело второе место полярное дело первое исследование на второе будешь помогать нам во всем ребята идут отдыхать мы отбились от вражеского набега и отдельно нужно отдохнуть как-то не очень здесь полы смотрятся плетеный пол ну ладно это второй этаж так что без разницы там построим второй этаж здесь конечно все крыши снесем второй этаж возведем и можно будет крышу наяривать эджер вылечился молодец так что сонному убираем пусть работает почти все достроили и чуть осталось и в принципе можно в исследованиях выбирать мебель открыли мебель и теперь можем строить соломенную кровать из дерева стул книжную полку и стойку для оружия бойки для оружия так как потом посмотрим куда можно поставить но временно ладно возведем здесь нашей кухоньки 1 . 2 у 33 стоечки и книжная полочка снова идет хотя бы одна там будет храниться книги на стойках для оружия соответственно оружие и здесь теперь ставим каждому кроватку 5 кроваток рядом с дверью каждого факел чтобы освещение было входа тоже факел и ставим сейчас кроватки упала делают вот эти лежанки сносим как-то не особо хорошо углевать наши крыша еще вот эти крыши сносим также будем их накрывать в принципе вот эту стеночку тоже снести можно для эту стенку сносим расширяем так что стеночка суда пойдет кухонька будет больше дверку на складик третью поставим и дверь сюда чтобы здесь был проходик здесь он будет кухня со столовой большой надо полы возвести и как-то это все накрыть можно принципе плетеной крышей накрыть второй этаж пора стала спала дерево не хватает так что до плетеной крыши здесь накрываем здесь дырочки у нас так что необходимо балки ставить там ничего не проваливалось пока здесь и балка здесь теперь сможем нормально возвести крыши вот так плетеная здесь проваливается до палочки не хватает хорошо ставим еще суда теперь должно сработать да все сработало что не особо красиво смотрится с плетеной крышей но у нас не хватает леса следовательно все деревья срублены тут чуть пособирает но нужно защищать вот эту территорию лес вырубать чтобы у нас появилась деревца ворост чтобы все покрывать и готовить убирать и в таком духе место табуреточек можно ставить уже нормальные стулья большая семья теперь что стулья будет более благородно смотреться пока не особо как-то красиво все выглядит но со временем мы построим здесь крепостную стену огородим со временем все здание в каменное перестроим и все будет выглядеть чинно и благородно полочки у нас же построены и ставим здесь очень высокий приоритет чтобы книги сюда скидывали вместе с оружием в обязательном порядке там оружие не собрали они ну как где-то вообще была наша потасовочка и вообще потерял даже где потасовка это было а вот-вот-вот никто ничего не убрал ну как всегда понятно гиллиан тащи сюда свою попку и убирай амри тоже будете таскать амри в принципе сразу переодевайся в экипировку и шапочку надевай а все остальное не перенесут хранилище здесь же еще один трупик с хорошим луком остался надо его тоже обобрать гиллиан вот как раз это дело для тебя беги сюда у тебя как раз меткость прокачается так что бери лук а ты не можешь слишком хороший ладно тогда одежду а лук отнеси на склад куда пошла куда ты ну ладно я на задачу дал что как-нибудь она вернется и перетащит уже капуста у нас созрела ребята собирают капусту молодцы ягодки тоже можете собрать раз рядышком растут вот все накрыли вся наша постройка накрыта этой фигней потом это все снесем и переделаем в нормальный полик час наша главная задача как у нас помещение 13 градусов снаружи 11 этот меня нужно 100 сделать поставить же ровню из блины чтобы было тепло полик этот маленький тоже снесем и построим к небольшой красивый вот большой стол из дерева но столик пересли сюда кухоньку сюда заново назначаем 30 еды должно быть постоянным так что повар пусть готовит окладный раз вы доделали все здесь что следующее мы делаем поля есть небольшие до осталось теперь нас начать производственное здание но производственное помещение здесь у нас будет производство помещения 3 помещения тут коридорчик в спальню который будет вести из каждого помещения дверка будет между собой и к спальне проводить нашу келью исследований мы переведем сюда вот пусть исследователей чарится нижнюю полочку тоже туда исследование доступны если еще что мы открываем это что либо изготовление из глины либо обтеска каменных блоков плавление картография и оружие из дерева портяжное дело делать одежду но одежду мы собрали оружие мы тоже все собрали так что остается либо плавить железо но пока мы его не добываем либо изготовление что-то из глины или камня а может консервирование продукции потому что скоро у нас зима надо приготовить хапчика побольше подготовиться к зиме коптильня это место где можно поесть мясо и закоптить его на открытом огне только мясо да но мясо нам вас пока никто не охотится надо мясо кстати подсобирать понять на ход отправить хорошо тогда пока изучим изготовление из глины сейчас можно что сделать печь для обжига куда не поставить надеюсь наш сарай не сгорит а если мы ее построим из глины давайте ладно здесь возведем здесь он будет печь для обжига стоять нет не здесь даже как-то везде двери мешают давайте вот здесь печь для обжига воткнем дать будет печь для обжига тонкой для разделки тушина тоже сопоставить где у нас кухня стоит и кстати надо возвести эти молитвенные алтари один суда деревян деревянный алтарь братства и деревянный алтарь воздаяния куда-нибудь рядышком в принципе вот здесь его вот кнем да пусть ребята ходят молятся отдыхают развлекаются печь для обжига построили здесь мы можем производить глины и кирпичи и делать уголь из леса делать ли нам кирпичи давайте кирпичи попробуем сделать давайте сколько сколько количество поддерживать поддерживать штук 200 200 кирпичей пусть у нас хранится на складике а потом из них либо домик наш лучшим либо возведем стену у нас 500 глины есть раз посмотрим что она из себя представляет вообще раз пока нашим ребятам нечего заняться тем временем мы возведем начнем возведение стены лиминой стены которая будет защищать наше поселение вот такая у нас будет стена и на каждой стороне будет двери которая позволит выйти наружу вот эту горочку мы сносим чтобы она не мешала нашей обороне и может что не полезную дел как раз глину раскопаем здесь есть подъем так что рядышком необходимо построить дверцу пример здесь и раскинем сейчас везде дорожки пол из глиняного кирпича скорость перемещения 120 дайте давайте сделаем дорожку из клинного кирпича этот материал более лучше теплоизоляции у него выше и что почему бы не сделать кирпичей конечно у вас очень мало но потихоньку что не придумаем построиться улучшится и все будет хорошо не хватает глины но ребята тут раскопают понадобывает глину себе потом построим второй ряд скорее всего стены возведем на ней оборону прокинем лестницу и наши лучники будут защищаться уже отсюда никуда им ходить будет не нужно я конечно смущая такая крыша ладно когда закончим нашу стену вы здесь построим второй этаж и накроем все это крышей соломенный а не только соломенный чем лучше материал тему больше у него теплоизоляция и тем он крепче но самое лучше теплоизоляции это у соломы и плетеная кровля такая ожидать и поизоляции прочность просто меньше хорошо и соломы потом сделаем крышу и все будет чики-пуки новое время года лето стало настоящим благословением для поселенцев которые наконец-то сбросили теплую одежду теперь им предстояло построить подземное хранилище чтобы все продукты оставались свежими в эти солнечные дни высокие температуры вероятность тепловых волн построить и подземное хранилище чтобы сохранить продукты свежие жаркие летние дни ну надеюсь моего хранилища и хватит но я не знаю сколько глубоко надо делать подземное хранилище чтобы она сохраняла свои теплоизоляционные свойства но надеюсь этого хватит хотя 7 градусов уже ну потихоньку все равно портится наша еда так что скорее всего придется еще глубже копать но это не точно раз наши ребята достраивать стену длинную достроили и осталось им сделать кирпичики и возвести дорожку наши граждане послал сюда чтобы они глину здесь выкапывали принципе как они достроят дорожку можно этом заканчивать крыша мне совсем не нравится такая я бы я снес и сделал хотя бы деревянной это займет кучу времени ладно сделаю это в следующий раз ребята тут стучат наши девчата копают глину какие-то родолюбивые то это у нас делает кирпичи кстати говоря потом строитель для строительства же нужно хорошее чтобы кирпичи делать до строительства а высокое строительство этого маджери сейчас она поезд и принципе пусть делает кирпичики хотя гильян там или он уже этим занимается засранка ну ладно пусть она выжигает кирпичики остальные граждане переносят вещи на склад но все развалялась тут как-то не очень хорошо выглядит эту красную смородину я бы срезал мягкого здесь нужно правильно мы сами и выращиваем вот все выкорчевали зато ягодки появились свободные запасов свеклу у нас дофигища сейчас люди поспят и все остальное принесут обратно в наш домик она празднует свой 26 день рождения анечки уже 26 она повзрослела молодец она вас хороший кулинар и ботаник выращивает нам хорошую еду вкусную и полезную ребят вы тут отсюда собирайте то а то все пропадет наш урожай чик пепел здесь а чем они пепел со скидывают окон это пепел это что от отхода что ли пепел вроде как потом понадобится что можно здесь разрешить пепел вот пепел можете сюда относить разрешаю ребят и средний приоритет тогда вашего хранища высокий капчика что ребята относите а не глину закинули получается и тут кирпичи делаются сами получается нужно сделать побольше глины печей чтобы кирпичики появились на постоянке может их снаружи вообще делать кстати а почему бы нет давайте снаружи делать им не пить стоп дайте николас известняка полно вот известняк 50 штук ребят печки делайте снаружи батя в доме использовать полезное место тренд ренд сразу начала отстучать и возводить печки нам нужны кирпичики и ставим поддержание кирпичей на 200 ну-ка здесь заканчивается изготовление кирпичей так и сколько кирпича не сделали за 1 20 всего лишь 20 кирпичей так мало и 50 пепла до долгом придется строить по два кирпичика на каждую ячейку дороге нужно делать свой кирпичный завод пока я на этом закончу лучше а то тут кучу времени уже потратил на это нужно было не сделать небольшую серию вступительную но я как-то затянул зато у вас получилось вот такое поселение свое небольшое поле здесь все расчистили печки известняка поставили снаружи чтобы они делали кирпичи и сделаем свой кирпичный завод здесь потом глину печь уберем снесем его и поставим снаружи чтобы такое производство было у нас только снаружи а никак не в доме потом можно сделать вторую стену как бы двойной слой либо просто полики да принципе полики можно сделать поближе суда и наши лучники будут бегать лестники им поставить конечно будут бегать и охранять территорию когда будет нападение врага чтобы они могли отстреливаться и защищать нашу крепость пока что не такой большой домик получился здесь спальни здесь у нас мастерская дверью я дверь неправильно поставил что с ними такое они половинчатые похоже дверь неправильно постоянно будет потом перестроить да как-то они так наши люди здесь протискиваются с трудом на чем я стоялся здесь у нас келья исследователя наш амри амриланов исследую здесь новые технологии по своим исследовательском столе а на полочку складывает книги которые он записал вот здесь у нас находится кухня и развлекательная столовая здесь люди отдыхают молятся богам своим кушают и жаром не стоит тепло здесь небольшой костерок на котором готовят наши повара и принципе все у них хорошо есть пока две комнатки свободные здесь печку берем будет старая свободная комната и построим здесь что и производственная в дальнейшем вот это у нас хранилище материалов сверху а снизу погреб в котором уже очень много еды и всякой одежды надо потом кончик шкафчик построить что ли и полочку куда складировать всю эту одежду почему они книги суда стыскали его полку потому что я не поставил приоритет повыше точно надо будет это сделать и в принципе постепенно можно разрушать наши подземелья ну как разрушать постепенно здесь можно расширяться все прокапывать и под домом сделать еще один этаж либо чисто под еду либо там какие пытки будем устраивать их если это вообще возможно пленников содержать точно тюремные эти сделаем какого темницу темницу точно темница плюс хранилище не хранилище там сокровищница до сокровищницу к ней тоже вылепим но все у нас было чинно и благородно потом эти глины и стены конечно переделаю известняка их сделаем эту клина что это такое фигня какая-то не стена сделать все известняка дом есть перестроим сделаю вообще кирпичным наверно до кирпичного сделать и я хотел сделать второй этаж чтобы наш домик постепенно превращался в полноценную крепость рос вверх-вверх делали башенки такие и следы диски научные а на самом верху будет выселять наш король амри амри ланов игра мне пока что нравится прикольная но но и еще рановато до полноценного релиза конечно она вышла продается в дорожной карте там еще множество обновлений предстоит ей и по всякому она будет перерабатываться игра мне понравилось очень жду каких-нибудь нововведений и мы будем постепенно развивать свое королевство и отомстим нашему злобному дядьке за это предательство а на этом я пока заканчиваю всем спасибо за просмотр с вами была мри и до до скорых встреч